Дорогие зрители, всем привет! Как обычно, я нашел для вас нечто интересное, и я очень хочу этим поделиться. Внимание! Перед вами автобатлер с роглайк элементами. И чтобы данное совосочетание не пугало вас так же сильно, как мою жену пугает мой повышенный интерес в гугле к рогаликам, я немного поясню. Автобатлер – это направление игр, в котором сами бои проходят без участия игрока, но между боями игрок занимается подготовкой своего отряда к бою, и в некоторых играх бывает, что эта подготовка очень даже серьезная, и, соответственно, игра получается весьма интересной, даже при том, что сам бой игрок не проводит вручную. Роглайк элемент в данном случае подразумевает то, что у нас игра рассчитана не на одно прохождение, а на небольшие многочисленные забеги, в ходе которых открываются все большие возможности по выбору героев, также по повышению сложности, и таким образом мы постепенно получаем уже, по сути, новый геймплей с новыми интересными фирочками. Визуальная игра слабенькая, но пусть это вас не пугает, обычно до обзоров доходят только те игры, которые на самом деле не понравились, поэтому я постараюсь вам доказать, что игра стоит внимания. Я коротко пройдусь по основам интерфейса, тому, как проходит забег, и расскажу, соответственно, самые позитивные стороны игры, которые я для себя отметил. Каждый забег мы начинаем с таверны, в которой у нас располагают все герои. Также у нас есть челленджи, постепенно в мере их разблокирования мы можем эту таверну немножко улучшать, она будет визуально красивее. Героев много, они разблокируются постепенно, то есть, видите, я очень разблокировал четверых, хотя вот тут было, наверное, ну, в половину меньше, когда я только начинал играть, потому что я уже, в принципе, немало наиграл, несколько раз выиграл. У каждого героя есть базовые параметры, которые мы видим в описании, и также есть пассивный скилл и активный. Пассивный, то, что используется постоянно, это может быть либо какая-то атакующая способность, то есть, хороший урон, либо какие-то пассивки, которые срабатывают при получении урона, то есть, у каждого героя оно свое, и на самом деле, разнообразие очень большое, причем, вот, нету ни одного повторения, то есть, у всех оно немножко доотличается, то есть, есть, в принципе, очень неплохое разнообразие. Второе, это активный скилл, у каждого героя есть монопойнты, соответственно, когда набираются монопойнты, то этот скилл активируется, можно усилить регенерацию монопойнта, тогда активация будет происходить, соответственно, чаще. После того, как мы изучили всех героев, можем выставить уровень крабшина, это как обычно усложнение игры, если мы хотим, то есть поначалу вообще ничего нету, потом, например, обычные враги более желучие, начиная с нулем золота и так далее, и мы выставляем трех героев, вначале их три, потом после каждого этажа еще добавляется по одному. После того, как мы разобрались со скиллами, мы выставляем героев в ту формацию, которую хотим, то есть обычно спереди стоят танки, сзади дамагеры, но в принципе есть вариации, потому что у героев реально очень большое разнообразие по пассивкам, и бывают ситуации, когда можно расположить по-другому. Например, у этого героя есть стелс, соответственно, он всегда, когда находится на поле боя, пока есть жилые союзники, он находится в невидимости, поэтому, если, например, у нас там расплакировался четвертый свод, можем оставить здесь троих, его поставить где-то вот здесь, и его никто не будет бить, потому что у него просто стелс, и его никто не видит. То есть есть такие вот вариации, у некоторых героев есть, соответственно, другие пассивки, которые позволяют располагать героев в достаточно хаотичной формации, которые могут быть более эффективны. Давайте рассмотрим саму панельку боя, что у нас здесь отображается. Первое мы видим, это артефакты, которые действуют на все мессии, это, в принципе, для карточных рогаликов постоянно есть такое, то есть это вещи, которые действуют всегда, и везде, и на всех героев. Второе мы видим чарты, вот такую вот, это мы видим за каждую битву, кто сколько нанес урона. Соответственно, можем понять, например, если у нас этот герой нанес очень мало урона, можем проанализировать, может у него плохие вещи одеты, или может он плохо стоит, потому что вот по позиции, которая здесь на поле боя, можно посмотреть, кто кого будет бить, соответственно, сделать перемещение, и, ну, расположить героев так, как будет логичнее, так, как будет более эффективно. Также есть панелька снадобий, которые мы находим по ходу миссии, соответственно, их можно использовать прямо в бою, то есть, в принципе, бой не полностью автоматический, мы можем все-таки немножко повлиять на исход, и здесь у нас располагаются все вещи, которые мы снимаем, одеваем, то есть, соответственно, можем вот так вот их перемешивать. После миссии мы их получаем, соответственно, размещаем на любого героя, или продаем в магазине, если хотим. И последние два важных элемента, это золото, которое мы собираем, и мораль. Мораль – это жизни. Каждый раз, когда герои умирают в бою, у нас снимается одна жизнь. Соответственно, когда мы обнуляемся, мы теряем возможность проходить дальше, приходится начинать заново. Соответственно, это мораль, обычно, если у тебя хорошая партия, копится достаточно быстро, и, в принципе, у тебя есть запас, ты можешь несколько битв проиграть, ничего страшного. Но если ты проигрываешь часто, то у тебя просто будет все постоянно на грани, и ты не сможешь пройти дальше. То есть, давайте рассмотрим на примере этой битвы, как это все выглядит. Мы нажали «Атаковать». Соответственно, каждый герой ходит, у каждого есть скорость, атака, защита. Все это учитывается. Соответственно, все герои по очереди ходят, ну, точнее, одновременно, и наносят урон. Если вот они все выживают, супер. Если кто-то умирает, у нас не отнимется одна жизнь. Вот видите, вот раз мы выиграли, после этого получаем мораль. Вот сюда вот золото, какую-то баночку получили, и также выбираем награду. Обычно тут вещи или эпичные, или зеленые, или обычные, то есть зависит от того, насколько сильный противник. Также мы можем получить золото, которое очень даже полезное для того, чтобы можно было поторговать. После этого мы попадаем на карту. И вот, собственно, эта карта, на которой мы решаем, что делать. Тут элементов сколько? У нас есть, во-первых, обычная битва, вроде этой. Есть элитная битва, сейчас покажу вам. Есть торговец, у которого мы покупаем, продаем предметы, сейчас покажу тоже после этой битвы. И, соответственно, есть босс, и вот эти вот рандомные ивенты, которые совершенно рандомные. То есть бывает что-то хорошее, бывает что-то не очень хорошее, по-разному. Мы обычно выбираем исход. То есть, например, выберем элитную битву, перешли сюда. Мы видим нового противника, это босс с боссами. Обычно, в принципе, если партия хорошая, полегче получается, потому что он один. Если у тебя нормально настроен урон, то, соответственно, ты достаточно быстро накидаешь ему там или кого-то блинга, или яда, или огня, или заморозки. И, соответственно, он будет не такой уж сильный. И, в конечном счете, получится неплохо его победить. Но, опять же, видите, вот он носит урон. Здесь вот этот герой умер, но не сняли из жизни, потому что у него есть пассивка, которая позволяет ему как раз не терять жизни. Это очень сильный герой, которого я открыл, благодаря тому, что прошел игру и много чего получилось достичь. Давайте возьмем вещь. И вот мы, собственно, попадаем на эту картинку, где у нас можно выбрать торговца. Последнее, что я хочу показать по этой части, это торговец. У торговца мы можем либо купить предметы, либо продать. Можем продать либо вот эти вот предметы с вами, либо даже улучшения. Улучшения влияют на то, что мы усиляем способности. То есть у каждого героя, как я уже рассказывал, есть пассивка и активка. А пассивка это обычная атака, по сути. Активка это то, что используется, когда у него накапливается мана. То есть она постоянно накапливается, там бою вы видели. То есть, соответственно, если мы хотим, наверное, усилить этого героя, мы берем такие, хоп, перетащили и сюда. Если хотим продать ее, перетаскиваем вот сюда. То есть, соответственно, например, в данном случае хоп, хоп. И на это золото мы можем либо покупать вещи, либо апгрейдить. Апгрейд это очень важный элемент игры, потому что, на самом деле, вот сейчас покажу, как это работает. Я, конечно, все вещи здесь почти улучшены, но на самом деле вещи улучшены гораздо сильнее. Поэтому, например, если здесь меч дают 20 атаки, если мы его улучшаем, видите, он станет более эффективным. Поэтому улучшать вещи очень важно, и они дают очень серьезные бонусы. Побеждая в забеге, мы, во-первых, разблокируем определенных героев. Также у нас разблокируются новые уровни сложности, и герои получают такую вот пометочку, что они прошли какое-то испытание. Соответственно, на будущие забеги мы сразу же видим, какие герои чего-то достигли, а какие, в принципе, у нас еще молодые зеленые бойцы. Среди плюсов игры я выделил 4, про которые я хочу вам рассказать. Первое – это герои. На самом деле их достаточное количество, чтобы сделать каждый забег уникальным. Герои обладают как разными защитными механизмами, так и разными типами урона или поддержки союзника. Например, врагов можно поджигать, замораживать, накидывать кровотечение, яд, использовать чистый урон или наносить ответный урон при атаке. Для защиты используются как банальный показатель защиты, так и всевозможные механизмы для накидывания щитов или увеличения максимальных жизней в каждом бою. Чтобы этот текст превратился в какую-то картинку, давайте закроем глаза и представим. Например, одного героя можно одеть мечом, который увеличивает защиту с каждым ударом. Вещи, которые повышают урон от защиты и также камень, который каждую секунду увеличивает жизнь. Другого хилера одеваем в скорость атаки, аджерманы и усиление хила. И по итогу получаем, что с каждой секунды эффективность от хила такого танка будет расти, как и его урон. И это только одна из вариаций. Идем дальше. Например, берем огненного мага, добавляем ему пару мечей на урон, который позволяет наносить урон побочным целям. По итогу, он каждый ход поджигает сразу же двух-трех врагов. Добираем к нему паладина и одеваем на скорость атаки. Такой паладин будет еще больше поджигать противников. У мага есть активка, которая время от времени срабатывает и все поджженные противники внезапно начинают очень сильно получать урон. Соответственно, двумя героями мы наносим колоссальный невероятный урон, уже неплохая синергия. Такие же вариации есть, например, с заморозкой. То есть, есть специальный меч в игре, который позволяет очень сильный урон наносить по тем, кто заморожен. Есть специальные герои, которые позволяют замораживать противников. Есть много других вещей, которые позволяют это делать. Соответственно, таких вариаций много. И это очень даже приятно. Второй момент вытекает с первого. Это вещи и вещей. Хотя не слишком много, но они достаточно уникальны. И почти постоянно падают. И на самом деле, буквально в течение 5 минут, очень сильно меняется игра, в зависимости от решений по поводу того, какие предметы одевать, какие убирать. Постоянно это все меняется. То есть, нет такого, что ты нашел какую-то вещь, ты знаешь, что она подойдет стабильно в каждом забеге. У тебя есть разнообразие, и это очень сильно радует. Третий момент для меня это сложность. На самом деле, она достаточно высокая. Если ты выберешь плохую партию, то ты, скорее всего, сольешься буквально в первых боях. Кроме того, на втором и третьем этаже сложнее. Поэтому, на самом деле, нужно за первые этажи собрать такую партию, чтобы она была боеспособной. Иначе ты просто будешь проигрывать, и таким образом придется собирать новую какую-то интересную партию и пробовать новую возможность для себя. В последний момент это скорость. Игра реально быстрая, то есть, можно ее пройти в теории минут за 30, даже быстрее, наверное, если очень быстро все делать. Ну, а так, в целом, забег длится минут 40 час максимум. Соответственно, ну, это не очень много времени, и не успевает надоесть. Достаточно интересно, можешь подобрать новую партию. А, соответственно, новая синергия позволяет продумывать новые комбинации героев. И, на самом деле, на фоне этого процесс проходит быстро и очень даже динамично. Из минусов выделю слабенькую графику. На самом деле, она очень отталкивает. И первое время я думал даже не пробовать, потому что очень много в этом жанре есть игр, которые сделаны с слабенькой графикой и очень слабым геймплеем. По сути, никакого разнообразия. Обычно одна механика, одна стратегия и все. А здесь же у нас реально очень круто в плане стратегии. Можно поиграться. И это очень даже приятно радует. И второй минус. За время игры у меня был вылет полностью с игры. Я потерял прогресс, соответственно, было немножко обидно. То есть, все-таки, еще какие-то есть недочеты. Игра вышла не так давно. Но из плюсов, то что она уже не в раннем доступе. Так что все идеи уже заложены. Поэтому, если вам понравилось это видео, то можете пробовать поиграть. Возможно, вам понравится. Я со своей стороны отправляюсь дальше искать вам интересные инди-игры. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы меня поддержать. И я буду очень рад. Всем хорошего настроения. Пока.